Всем с добрым утром! Большое спасибо, что проснулись или чуть-чуть отложили свой обед. Меня зовут Антон Полухин, я руковожу группой общих компонентов Яндекс.Такси. Свободная, в рабочее время занимаюсь развитием своего любимого языка программирования, работаю над стандартной библиотекой, над библиотекой Boost, ну и над новыми стандартами самого языка. Сегодня мы с вами будем микрооптимизировать много-много, но прежде чем мы приступим к микрооптимизациям, будет видение, почему мы вообще докатились до микрооптимизации. И я расскажу, что алгоритм мы выбрали оптимальный, покажу это на практике, а после приступим к микрооптимизации. Итак, поехали. Пару лет назад я рассказывал, что мы в такси очень любим писать логи. Итак, у нас какой-нибудь один средний микросервис в одном дата-центре может создавать 20 тысяч событий в секунду, а это выливается где-то в 30 гигабайт логов в час. Если мы посмотрим на все микросервисы и все дата-центры, то мы получим более 1 терабайта логов в час. И это было пару лет назад. С тех пор в Яндекс.Такси добавилась лавка, добавилась еда, добавились другие сервисы и услуги. Количество заказов у нас возросло, количество логов возросло тоже. И внезапно мы осознали, что пишем не просто много логов, а через чур много логов. И возникла задача не все из этих логов индексировать, выбирать какие-то наиболее важные и вот только их отправлять в хранилище, которое занимается индексированием логов. Как выглядит наш лог? В каждом логе есть идентификатор запроса, он называется LinkID. Пришел запрос, ему присвоили идентификатор и все логи, которые связаны с этим запросом, будут помечаться этим LinkID. На один запрос несколько записей логов, может быть спокойно. Также у каждой строчки лога есть ее уровень, будь то ошибка, либо информация, ну и там другие скучные уровни логирования. Это как выглядит строчка логов. Теперь немного о специфике. Если у нас 20000 запросов в секунду, то это значит, что у нас 20000 уникальных LinkID в секунду. Есть у нас своеобразные задачи. Пришел запрос, он начал асинхронно что-то делать и спустя десятки минут или часов. Этот запрос может завершиться, эта задача может завершиться успехом или ошибкой. То есть последний LinkID может появиться спустя там гигабайты и терабайты места на диске. При этом заказчики хотят, чтобы логи поступали в хранилище, которое их индексирует, максимально быстро, без задержек. Чтобы если ошибка вот сейчас произошла, через 10 секунд она уже там была и ее можно было посмотреть. И при всем при этом людям очень хочется иметь полезные логи. Они не хотят видеть такие логи, в которых случайные записи, просто строчки пропущены. Они хотят видеть целиком все по запросу. Если мы логируем запрос, мы его весь логируем. Все записи, связанные с этим запросом, мы хотим отправить в хранилище. Если вдруг мы понимаем, что логировать запрос не хотим, то все, что связано с запросом, не логируем. Вот такие требования. Как их решить? Ну, мы придумали следующий алгоритм. Нам пришла запись. Мы прочитали запись диска. В ней содержится какой-то link ID. Что мы делаем? Мы смотрим. Если link ID находится в контейнере линков для логирования, мы его сразу логируем. Если link ID находится в контейнере, где мы сдержим линки, которые не надо логировать, внезапно мы link не логируем. А если link не находится ни в одном из контейнеров, то есть это новый запрос, который нам до этого не встречался, мы какое-то время, небольшое, накапливаем все строчки логов с этим link ID в отдельный контейнер, а потом эвристиками распихиваем по контейнерам для логирования или игнорирования. Есть нюансы. Задача не имеет решения при ограниченных ресурсах. У нас мы не можем выжирать терабайты и, соответственно, у нас ограничение ресурсов на оперативу. Неточности, погрешности с алгоритмом будут как ни старайся. Увы, так устроен наш мир. Поэтому мы будем использовать вероятностные решения. И для этих вероятностных решений нам нужен некий контейнер, в котором мы будем держать линки. Те, которые логировать, те, которые не логировать. Хочется, чтобы контейнер сам ограничивал свой размер и спустя какой-то, ну, допустим, мы скажем контейнеру не логировать больше миллиона, не держать в себе больше миллиона линков, контейнер сам должен следить за своим содержимым. И самые старые линки, которые мы давным-давно не использовали, он должен перетирать новыми значениями. Такой контейнер есть, но не в стандартной библиотеке. Он есть в литературе. И называется он LRU, List Recently Used. Этот контейнер делает вот прям то же самое, что нам надо. У него в конструкторе можно указать максимальный размер, который у него должен быть. И у контейнера есть операции. Их две. И обе эти операции выполняются за константное время. Первая операция, это первый метод, это has. Он возвращает true, если запись есть в контейнере, и при этом обновляет ее время использовать. Второй метод, это метод put. Он вставляет новую запись, если контейнер пустой. Если контейнер уже заполнен, он заменяет самую старую запись той записью, которую мы сейчас вставляем новую. Ну, либо если такая запись уже есть в контейнере, он обновляет использование имеющейся записи. То есть работает фактически как has. Вот такой контейнер. С таким контейнером у нас все операции работают за константное время. Вставка константное время. Проверка LinkID константное время. И соптимизировать с точки зрения ритма уже ничего невозможно. Хорошо. Выбрали самый хороший контейнер, идеально подходящий под наши условия. Надо его реализовать. Как реализовывать контейнеры? Очень просто. Открываем поисковик, забиваем название контейнера, выбираем тот сайт, который предоставляет нам исходники контейнера с нормальной лицензией или GitHub с нормальной лицензией. Используем. В данном случае мы выбрали какую-то базовую реализацию, которая была в топе у поисковика и которая не сильно оптимальная. Выглядит эта реализация следующим образом. Есть метод has. Проверяет наличие ключа в контейнере. Первой строчкой идет поиск в anordered map ключа. Поиск в anordered map занимает константное время. Замечательно. Если ключа нету, сразу возвращаем false. Если ключ есть, в этом случае нам надо обновить время его использовать. И для отслеживания времени использования используется в этой реализации лист. В самом начале листа, который list-front, list-begin, находятся те элементы, которые давно не использовались. Это наши кандидаты на удаление. В самом конце листа list-end содержатся те элементы, которые мы совсем недавно потрогали. Только что. Итого. Мы нашли ключ в мапе. Из мапы мы достаем итератор на элемент в листе. И с этим итератором мы можем удалить ноту из листа откуда-то из серединки. Что занимает константное время, если у нас есть итератор. И вставить ноту в конец листа, таким образом показывая, что вот этот вот ключ мы его только-только поиспользовали. Окей. Все вроде как занимает константное время. Реализация кажется, что правильная. Пойдем дальше. Метод put. Вставляем ключ в контейнер. Если ключ в контейнере есть, просто обновляем его использование по аналогии с has. Если ключа в контейнере нету и контейнер заполнен, тогда из листа мы достаем из begin тот ключ, который явно нужно удалить. Удаляем ноту из листа, удаляем ключ из unordered мапы и после этого вставляем новую ноту в лист в конец и новую ноту в мапу. Вот такая базовая реализация откуда-то с просторов интернета. Насколько она хороша? У нас есть бинчмарк. Мы его сами написали. Первая строчка, где написано put, это вставка в пустой контейнер. И вставка в пустой контейнер тысячи элементов типа unsigned int занимает 96 микросекунд. Вторая строчка, это has, проверка, что ключ есть. В контейнере у нас содержится тысячи элементов. Мы тысячу раз проверяем, что элементы есть. Has занимает 25 микросекунд. И последняя строчка, это put overflow, вставка в контейнер, когда контейнер уже заполнен. То есть одно из значений нужно удалить и вставить много. Вставка тысячи элементов занимает 71 микросекунду. Окей. Какие-то цифры. Как нам применить их на практике? Насколько это хорошо или плохо? С нашей нагрузкой, ну пусть будет 20 тысяч запросов в секунду и где-то 10 логов на запрос, мы после хитрых вычислений получаем следующие цифры. То, что программа, которая будет решать отправлять логи или не отправлять логи в удаленное хранилище, то канал работу с LRU-контейнером будет тратить от 5 миллисекунд до 24 миллисекунд. И это на одном микросервисе. Если у нас 100 микросервисов, то два ядра компьютера будет просто потрачено на работу с LRU-контейнером. Что как-то не очень приятно. И хочется пооптимизировать. И теперь мы займемся микрооптимизацией. И микрооптимизациями мы занимаемся потому, что алгоритм лучше придумать не получается. И, возможно, мы выбрали наиболее оптимальный алгоритм с константными сложностями. Остаются только микрооптимизации. Прежде чем мы приступим, должен предупредить, что изначальная версия кода на слайды не помещалась. Поэтому, чтобы сделать код покомпактнее, я поубирал несколько std-move и noexcept. И на бенчмарке это не влияет, потому что в качестве ключа у нас выступает тривиальный тип unsight. Ну а теперь поехали улучшать. Для этого мы воспользовались Stack Overflow или каким-то другим сайтом для программирования. Сейчас мы воспользуемся стравым смыслом. Будем тот пример, который был, улучшать. Вот он наш первоначальный метод has. И в нем мы что-то удаляем из листа и в конец листа вставляем. То есть мы делаем динамическую диалогацию, перед этим вызываем деструктор, потом мы создаем ноду, перед этим вызываем динамическую аллокацию. Кажется, что можно лучше не ходить в аллокатор. И более того, в стандартной библиотеке уже кучу времени существует метод Splice, который делает необходимую нам вещь. Метод Splice позволяет переместить ноду из листа из одного места в другое. Причем можно даже из одного листа совершенно другой лист перемещать. Какие параметры у этого метода? Пойдем слева направо. List.splice – это параметр list. Тот, куда мы перемещаем ноду. Тот лист, в который мы должны переместить ноду. Следующий параметр – list.end – это позиция в листе, куда мы должны переместить ноду. Следующий параметр – лист нижнее подчеркивание. Это тот список, из которого мы ноду достаем. И последний аргумент – list.itrator – это тот аргумент, который указывает на ноду, которую мы должны извлечь из листа. Такой строчкой мы убираем динамическую аллокацию, динамическую диаллокацию, вызов конструктора, деструктора и ноду просто перемещаем. То есть указатели внутри ноды начинают показывать на другое место. Пару указателей поменяли – готово. То же самое мы производим и с методом put. Меняем удаление и вставку в лист на splice. Нужно заметить, что в случае, когда мы заменяем элемент уже у заполненного контейнера, нам также нужно поменять ключ и не забыть там перезаписать итератор в мапе. С такими нововведениями наш код становится в некоторых случаях чуть быстрее. Вставка в пустой контейнер быстрее не стала. Поиск в контейнере ускорился где-то в два с небольшим разом. Прикольно. Вставка в заполненный контейнер стала чуть-чуть быстрее. Окей. Сделали получше. Давайте сделаем еще лучше. Если мы можем из листа вытаскивать и перемещать ноды, то хотелось бы тоже самое уметь делать и с мапой. Вместо того, чтобы удалять ноду, вызывать деструкторы, диалокацию, а потом вставлять ноду, вызывать аллокацию конструкторы, хочется просто ноду извлечь и перетащить в другое место. И начиная с C++17 мы можем это делать. У нас есть замечательный метод экстракт, который возвращает нам что-то типа смарт-пойнтера на ноду. То есть нода не копируется, она как в памяти была, так там держится, нам возвращается умный указатель на нее. После этого нода в контейнере не содержится, она перестает быть константной, у нее ключ перестает быть константным, и мы можем поменять ключ, поменять значение и вставить ноду обратно в unordered map, избегая таким образом динамических локаций и диалокаций. Класс! Насколько это нам помогло? Вставка в пустой контейнер не изменилась. Поиск в контейнере, ну, практически тоже не изменился. Тут какая-то погрешность. На компьютере телеграм сообщение всплыл во время замеров. А вставка в заполненный контейнер ускорилась на треть. Пустячокся приятно. Можно ли сделать лучше? Можно. Смотрите, у нас на одно значение внутри контейнера динамически блокируются две ноды. Одна нода листа, другая нода unordered map. И это кажется не очень приятным, потому что каждая из нод содержит ключ, то есть ключ у нас держится два раза. Две ноды в разных кусках памяти раскиданы, это не очень, конечно, дружелюбно. Добавок нам нужно еще держать указатель и итератор в одной ноде на другую ноду, что тоже как-то нехорошо. Постараемся от всего этого избавиться. Избавляться мы будем очень креативно. Мы будем две ноды склеивать в одну. И чтобы это сделать, нам понадобится библиотека Boost. Называется она Boost Intrusive. Boost Intrusive это библиотека с интрузивными контейнерами. И эти контейнеры очень популярны в мире C. Они используются в ядре Linux, много в каких местах. И о них мало кто рассказывал в мире C++. Что это за контейнеры? Почему они называются интрузивными? Это те контейнеры, которые сами динамически ничего не алоцируют и не диалоцируют. Все, что нужно для поддержания целостности этого контейнера, должно находиться непосредственно в пользовательском типе данных. Другими словами, если мы хотим создать свою ноду, то внутрь этой ноды мы должны поместить различные вещи, которые требуются интрузивному контейнеру, чтобы из этой ноды делать список. И именно это мы сейчас и сделаем. Мы заменим std-list с его отдельно стоящей нодой на boost-intrusive-list. То есть мы будем внутрь unordered-мапы добавлять все необходимое, чтобы ноду unordered-мапы можно было использовать как ноду листа. А для этого заводим type-dev. LRU-hook это будет тип данных, внутри которого содержится там пара указателей, которые позволяют поддерживать целостность интрузивного листа. Наш класс ноды наследуем от LRU-hook. И после этих манипуляций заменяем std-list на boost-intrusive-list. Первым параметром передаем LRU нода. Boost-intrusive-list заметит, что мы ее наследовали от LRU-hook и сможет эту ноду встраивать в интрузивный лист. Никаких локаций и диалокаций происходить не будет. Unordered-мапа теперь у нас содержит в качестве второго параметра как раз LRU ноду. То есть за все динамические локации и диалокации отвечает unordered-мапа. Она управляет памятью. Интрузивный лист ничего не удаляет, никакие ноды, ничего. Удаление из интрузивного листа это просто убирание указателей. То есть две ноды соседние начинают указывать друг на друга, а не на LRU ноду, которую мы удаляем. Должен признаться, что тут получилось не очень красиво. Можно было сделать намного лучше, но это промежуточное решение, поэтому мы немного набыдлокотили. И быдлокот вы видите в самом низу. Это метод, который позволяет получить ссылку на ключ, когда у нас имеется только интрузивный лист. За счет того, что мы знаем, что все элементы интрузивного листа находятся в unordered-мапе, а unordered-мапа держит value type, который является парой, с помощью арифметики указателей и сомнительных вещей мы можем получить из указателя на pair second указатель на pair first, где у нас хранится ключ. Пожалуйста, не делайте так, но правильный код у меня не поместился на слайд. Мы от этого скоро избавимся. Теперь, как преобразится наш метод has? Вот так он выглядел с std-листом. Начинаем использовать интрузивный лист, и метод меняется не очень сильно. Меняется последний аргумент. Что тут происходит? Итератор у нас указывает на ноду unordered-мапа. Second у итератора это value, то есть нода листа. А дальше происходит хитрая вещь. Интрузивные контейнеры умеют из ссылки на элемент делать итератор, при том за константное время. Но при этом нужно передавать ссылку на элемент, который содержится в контейнере. Мы точно знаем, что int second содержится в нашем листе. И можем ссылку на int second преобразовать к итератору назначения в листе. Делается это с помощью вызова итератор to за константное время. Поехали дальше. Метод put. Сплайс до этого использовал итератор, который содержался в unordered-мапе. Теперь в unordered-мапе содержится значение. И вместо итератора мы получаем сам итератор из ссылки на элемент. До этого мы извлекали из мапы ноду по ключу, который содержится в листе. В листе у нас теперь больше ключей не содержится, но мы знаем, как этот ключ получить с помощью страшной магии. Получаем этот ключ с помощью страшной магии и извлекаем из мапы ноду все точно так же. До этого, после наших жутких операций, мы обновляли итератор в unordered-мапе. Больше этого делать нужно, потому что в unordered-мапе больше не хранит итератор. Она содержит LRU ноду. Она содержит ноду для листа. Итак, сделали, соптимизировали и получили замечательное замедление в 10 и в 50 раз. Вставка в пустой контейнер замедлилась в 10 раз. Вставка в заполненный контейнер замедлилась раз в 50. Как же мы так наоптимизировали? Где мы накосячили? А вот где. Интрузивные контейнеры внутри библиотеки BoostIntrusive — это своеобразный конструктор. Вы различными аргументами можете как угодно его накастомизировать. В том числе, можете сказать, чтобы контейнер не держал переменную, в которой хранится количество элементов. Делается это с помощью опции BoostIntrusive, ConstantTime, Size, False. С этого момента вызов сайза у листа перестает занимать константное время и начинает занимать линейное время. Что дает нам очень нехилую просадку в производительности на 1000 элементов. Больше элементов — еще сильнее просадка. К счастью, исправляется это очень легко. У нас есть мапа, у нее есть сайз за константное время. Используем этот сайз вместо ListSize. После такой небольшой вправки все становится хорошо. Ставка в пустой контейнер ускорилась на треть. Поиск в контейнере тоже чуть-чуть ускорился за счет локальности данных. Ставка в заполненный контейнер тоже чуть-чуть ускорилась за счет локальности данных. Можно ли сделать лучше? Уже сейчас с помощью последней оптимизации мы сильно сократили потребление оперативной памяти. У нас сократилось потребление памяти на размер ключа или на размер указателя на ключ в зависимости от реализации, от деталей реализации. И также мы теперь не храним итератор на ноту листа. Уменьшили потребление памяти на каждый элемент. Пустяк соприятный. Хочется лучше. Что можно ускорить? Вот наша текущая версия вставки в контейнер, который заполнен. И здесь мы извлекаем ноту из мапы. При этом в мапе мы передаем ссылку на ключ, который вот прямо содержится в мапе. Это тот ключ, который есть в мапе. Но anorderedMap не умеет делать итератор . Поэтому мы вынуждены передавать ключ в метод экстракт. Метод экстракт посчитает от ключа хэш сумму. Пройдется по нескольким указателям внутри мапы. Будет сравнивать значение ключей на равенство. И когда наконец найдет правильный ключ, только тогда извлечет ноту из anorderedMap и вернет ее. Кажется, что можно сделать лучше. Нужен итератор . А итератор . В стандартной библиотеке нет, но есть в бусте. В интрузивных контейнерах. И сейчас мы с помощью жуткой магии будем добавлять и модифицировать нашу ноду, чтобы она могла быть нодой не только листа, но и нодой anorderedSet контейнера, интрузивного листа, boost anorderedSet контейнера. Масло масляное, ну ладно. Теперь нода у нас должна стать полноценной, и внутри себя она держит ключ. Также в ней есть методы для получения ключа, записи нового ключа. И мы должны добавить необходимую обвязку, чтобы ноду можно было использовать, как часть интрузивного anorderedSet. Для этого заводим TypeDevLeruHashSetHook и наследуемся от этого хука. После чего переделываем внутреннее содержимое. Вместо anorderedMap'ы используем boostintrusive anorderedSet и передаем туда нашу LRU ноду. Нужно не забыть передать ему, что время получения сайза из этого контейнера должно быть константным. Мы не хотим просадить производительность и получить линейное время вызова сайза. Также в контейнер мы передаем функцию хеширования, функцию сравнения и заводим два вспомогательных private метода, которые помогут нам работать с этими контейнерами интрузивными. Первый метод это ExtractNode. В него передается итератор на лист и первым же делом мы создаем unique pointer на значение, которое содержится в листе. Напоминаю, что интрузивные контейнеры не владеют элементами. И когда мы после этого вызываем map-erase и list-erase, ничего динамически не диалоцируется, деструкторы не вызываются, просто LRU хуки для листа anorderedMap'ы начинают указывать на другие места. Все, извлекли ноду из контейнера, возвращаем ее в unique pointer на элемент. Вставка ноды. Обратная процедура. Принимаем unique pointer, вставляем ноду в map и в лист. В этом моменте не происходит никаких динамических аллокаций, просто хуки внутри нашей ноды начинают указывать на правильное внутреннее содержимое мапа и листа. После этого мы говорим unique pointer, пожалуйста, не вызывай деструктор, не освобождая LRU ноду. Все, мы ее вставили в контейнеры и в деструкторе уже сами разберемся, как эти ноды удалить. Unique pointer, спасибо, ты больше не нужен. Теперь, там где в прошлой версии мы вызвали map extract и делали поиск с помощью подсчета хэша и прохода по anorderedMap'у, мы больше этого не делаем. Теперь мы сразу передаем итератор на элемент листа и сразу по итератору удаляем элемент из мапы и из листа. При этом возвращаем наружу ноду. С этой нодой мы можем работать, можем поменять ей ключ и вставить ее обратно в контейнеры. Что это дает нам по производительности? Вставка в пустой контейнер стала еще чуть быстрее. Поиск в контейнере не поменялся. Вставка в заполненный контейнер ускорилась практически в три раза. Два с половиной. Отлично. Итак, за пять шагов мы проделали оптимизацию, которая ускорила вставку в пустой контейнер практически в два раза. Поиск в контейнере ускорила в два с половиной раза. А вставку в заполненный контейнер, что достаточно частая операция, самая частая операция, ускорила где-то раз в пять. Теперь, если до этого с LRU контейнером работа у нас занимала от 5 миллисекунд до 24 миллисекунд, то с нашими оптимизациями она стала занимать от 2 миллисекунд до 7 миллисекунд. Пустячок, а приятно. Теперь не два ядра будет кушаться с помощью 100 микросервисов, а меньше одного. Сильно меньше одного. Но можно ли сделать еще лучше? То, чем мы не занимались, то, что мы не оптимизировали, но в принципе этим можно заняться. Не оптимизировали мы по той причине, что наш LRU контейнер содержит еще другие операции и с некоторыми из оптимизаций эти операции перестают иметь константное время, константную сложность. Ну или возрастают затраты на оперативной памяти. Но если у вас нету этих методов, можно еще ускорить ваш контейнер. А именно, интрузивный сет внутри буста позволяет выбирать вам политику хэширования. И можно использовать хэширование по степени двойки. Это значит, что можно избавиться от достаточно дорогих операций деления внутри unorthered сета. Использовать вместо них битвы и ствиди. И еще ускорить работу с контейнером. Ускорить как поиск, так и вставку. Также, если вдруг в вашем контейнере задержится элементов меньше, чем 4 и 9 нулей, а это скорее всего так, то вместо указателей вы можете использовать индексы. Все ноды вы будете создавать в, допустим, std-деке. И вместо указателей использовать индексы этих нод в std-деке. Таким образом, на 64-битной платформе вы замените указатели на unsigned int 32 бита и будете экономить 16 байт на один элемент. Неплохо. Если в вашем контейнере меньше 65 тысяч элементов, то для индексирования вы можете использовать unsigned short. И в этом случае можете экономить до 24 байт на один элемент, на одну ноду. Что тоже прикольно. Можно ли сделать еще быстрее? Наверное, можно, но я не придумал как. Если вы вдруг придумаете, круто, пожалуйста, расскажите где-нибудь на конференции. Будет очень интересно послушать. А на этом у меня все. Большое спасибо, что пришли. Спасибо за внимание. Самое время для вопросов. А, и минутка рекламы. Вышла книга по бусту на русском языке от одного знакомого автора. Зовут его Антон Полухин. Если кому интересно, почитайте. Спасибо. Очень рекомендую. Спасибо, Антон. Ну, сейчас жду, когда нам коллеги насыпят вопросов в чатике. Вот. Первый вопрос. Где бы находился буст мультииндекс с листом по одному измерению на шкале оптимизации? Хороший вопрос. Мы не использовали мультииндекс по той причине, что у нас не самая свежая версия буста, а извлечение ноды из мультииндекса было реализовано достаточно недавно. То есть мы бы не смогли переиспользовать ноды в заполненном контейнере. И в этом случае у нас скорость для заполненного контейнера, вместо той цифры, что у нас есть на пятерке, мы бы получали в районе 52 микросекунд. Не 14 микросекунд, а 52 микросекунды. С новым буст мультииндекс. Не знаю, можно было бы померить и меньше кода писать. Окей, спасибо. Есть вопрос такого, скорее, менеджерского порядка. Сколько стоит такая разработка, если, например, взять сеньора? Это первая часть. А вторая, сколько стоит одно ядро процессора, проца, о котором идет речь? Ну, собственно говоря, экономическая целесообразность. А, экономическая целесообразность? Разработки и потом использование процессора. Вы это имеете ввиду? Ну, смотрите, та программа, которая занимается решением индексировать логи или не индексировать, стоит на каждом микросервисе, который пишет логи. И этот микросервис не обязательно плюсовый. А дальше все зависит от размера вашего парка машин. Если у вас, не знаю, тысячи микросервисов, вы потратите 25 ядер просто на работу с LRU-контейнером. 10 тысяч микросервисов, 250 ядер. Ну, как-то кажется, что стоит пооптимизировать. Тем более, что оптимизации вот эти вот, день работы и день ревью коллег. 250 ядер, 250 ядер уже не нужно, нужно меньше. Кажется, что оно того стоит. Более того, LRU-контейнеры у нас используются не только в той программе, которая занимается отгрузкой данных. LRU используется и в различных хэшах. И ускорить хэши тоже приятное занятие. Так что целесообразно, весьма. Ты сразу ответил на несколько вопросов, которые прозвучали. Как раз про сколько человека часов от начала до конца. И было некоторое сомнение насчет того, что вообще стоит ли так усложнять, еще и втыкать якобы буст туда, куда его не следует. Ну, кажется, это такой довольно вопрос, который, кажется, мы не будем сейчас обсуждать. Едем дальше. Рассматривался ли вариант реализации LRU без листа? То есть мы в мапе храним некоторый объект, который имеет указатели на next.pref, а в самом LRU запоминаем указатель на крайний элемент. Да, это фактически то же самое бы получилось, что вариант четвертый, где мы сделали boost intrusive list. То есть intrusive list вот это самое и делает. Нам только не нужно самим работать с указателями. Просто наследуемся от hook'а и готово. У нас есть все алгоритмы для вставки и удаления элементов из splice. То есть получилось бы то же самое, но без boost'а. Чуть дольше писать, чуть дольше отложиться. Ну вот, оказывается, и мы ответили на предыдущий вопрос насчет того, втыкает ли boost туда, где может быть и не нужно. Окей, едем дальше. Нужна ли коду записи логов поддержка многопоточности? Нужен ли log-free LRU-контейнер? Нет, не стоит так делать, потому что потеряем очень много на синхронизации. Кажется, что стоит параллелить не в этом месте, а в каком-то другом. Окей, так, немножко не понимаю вопрос, но тем не менее озвучу. Вопрос от Владимира пишет, что пропустил. Архитектура однопоточная, без синхронизации на доступ. Это так и в скобочках цена вопроса? Да, для разбора одного файла лога идет фактически в один поток. Почему так? Потому что файлов логов несколько, и мы параллелим разбор логов на уровне разных файлов. За счет этого у нас нет синхронизации, когда мы работаем конкретно с файлом, а просто два совершенно независимых процесса там идут рядом, или три, или четыре. Далее на одном E3 мы спокойно, получается, у нас разобрать все логи, что поступили, правильно их отсортировать, решить, нужны они или не нужны, и, соответственно, индексировать их или не индексировать. То есть мы параллелимся на уровне файлов. Больше файлов логов, но больше ядер будет занято. За счет этого нет синхронизации внутри разбора одного файла и меньше накладные расходы на такую синхронизацию. Класс. Антон, спасибо. Кажется, это у нас был... А, нет, вот мне прилетел последний крайний вопрос. Что, если использовать C++17 Polymorphic Memory Resources? В теории можно выиграть в локальности памяти и быстроте аллокации и диаллокации. Да, можно. Тут интересный момент. У нас уже хороший аллокатор. Это что-то опенсорсное и хорошее. Если вот приглядеться к цифрам бенчмарка, то видно, что вставка в пустой контейнер занимает 96 микросекунд, а вставка в заполненный контейнер, когда мы что-то удаляем и заново аллокируем, внезапно занимает меньше времени, 71 микросекунду, хотя работа происходит больше. Мы что-то должны найти, удалить и заново вставить. А времени здесь второй... Ставка с переполнением контейнера занимает меньше, потому что хороший аллокатор. Мы только-только удалили ноду, аллокатор запомнил это в thread local storage каком-то своем внутреннем. Когда мы просим точно такой же размер обратно, этот аллокатор нам его сразу и выдает. Другими словами, ну да, с полиморфик-мемори ресурсом можно было бы достичь чего-то большего, можно было бы пулы прикрутить. Да, возможно. Есть проблемы. Полиморфик-мемори ресурсы мало в какой стандартной библиотеке реализованы, и то реализованы достаточно недавно. Полиморфик-мемори ресурсы своеобразны. Они меняют гарантии на контейнер, и это непривычно с ними работать. Ну и с полиморфик-мемори ресурсом в итоге мы бы смогли ускорить только вставку в пустой контейнер. То есть мы бы смогли ускорить вставку та, где пустой контейнер в пятая версия. Вместо 52 микросекунд. Ну, возможно, было бы побыстрее. Остальные операции бы не ускорились, потому что там больше нету никаких аллокаций и диаллокаций. И мы бы ускорили не самый популярный кейс, а именно вставку в еще пустой контейнер. Оптимизация хорошая, интересная. Если кто-то расскажет про полиморфные контейнеры, я с радостью послушаю. Пожалуйста, расскажите на конференции. Но в данном случае они дают прирост не в самом интересном месте. Окей. Антон, спасибо тебе. Классный доклад. Опять же, виртуальные спасибо, аплодисменты. Я думаю, в чате сейчас это все звучит. Спасибо всем, что пришли. Как вовремя. Боюсь, что должен откланяться. Спасибо, что пришли. Спасибо, Антон. Спасибо, Антон.